Пешком на автобусе, метро и велосипедах. Сегодня чиновники республики добирались на работу исключительно общественным транспортом. Оставить свои машины в гаражах решили и за дня без авто. Прошел он вчера, но в Татарстане продлился до понедельника. Станислав Назаров пояснял, на какой ветке подземки сегодня можно было встретить мэра. В час фиг в Казанском метрополитене можно было заметить глав районных администраций, начальника городского электротранспорта, чиновников исполкома. В вагоне метро на работу отправился и мэр Казани Иль Сурмедшин. Через шесть станций он вышел на Кремлевской возле мэрии поддержать всемирную акцию. Решили и большинство его подчиненных. Площадь перед городской администрацией сегодня пуста, как выходной день. Важно, чтобы мы имели такой общественный транспорт, на котором не в целях только поддержания день без автомобиля, акции мы ездили, в том числе и мэр города, но и, в общем-то, имели обыкновение проезжать на общественном транспорте в будни, в выходные и в другие дни. В разгар рабочего дня опустили стоянки и других ведомств, шлагбаум и парковок. Закрытыми останутся до конца дня. На работу пешком сегодня отправился министр экологии республики Артем Сидоров. Из дома он вышел зонтиком, но без портфеля. Другие чиновники министерства с непривычной спешкой еще долго заходили в здание. Некоторые все же опоздали на совещание по уважительной причине. Долго ждали своего автобуса. Стараюсь по возможности как можно больше совершать пешек в прогулке, потому что можно совместить приятность с полезным. Походы движения из окна автомобиля не всегда увидишь. Где-то мусор, где-то какие-то нарушения. Своими ногами, когда проходишь, обязательно на это обращаешься волей-неволей, но это обращаешься до этого. Некоторые в эти дни по городу передвигаются на велосипедах. Теперь их можно брать на прокат. Многие, кто пересел на общественный транспорт, заметили передвигаться на автобусах даже быстрее. На большинстве улиц города оборудованы отдельные полосы для общественного транспорта. Движение автомобилей по ним строго запрещено. День без автомобиля в столице Татарстана проходит в течение двух суток. Конечно, улицы в эти дни не опустили. В миллионной Казани более 300 тысяч машин. Ну и главная цель акции – показать автомобилистам, что передвигаться по городу можно и на общественном транспорте, не теряя при этом больше времени. Станислав Назаров, Алексей Ворозайкин, Нарихазипов. Вести. Казань. Продолжение следует.